Ух, любим колу, понятно, что здесь желтое, это не кола, парадное, где 95% от общего количества квартир, качество только, к сожалению, с другой буквы. Вот видите, вот там свет виден наверху, привязали на ограничители, нормально, классно, да, для закладчиков. Муфта есть, пожарного рукава нет, ловись рыбка большая и маленькая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, не дай бог пожар, вот дым пошел, а как он туда пройдет? Пока она не сплавится, вниз не стечет, ничего не произойдет. И ниже еще этажами можно было поговорить. Знаете, вот рукой провел и потом всю кожу оставил на стенке. Раз замок, два замок, три замок розового цвета, вот тоже которых не хватило. Отличное проектное решение, у ЦД, кстати, то же самое было. Газоблоком куском приперли ржавую сгнившую дверь, чуть ровнее, чем у ЦДС. Дерево, ты где, ты где, вылазь скорее. Просто какой-то трындец, никому ничего не нужно. Ну, вот здесь газонной травой не назвать. Птички выклевали часть фасада, да. Кто вот это все согласовал? Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Мы с вами в Мурино у жилого комплекса «Ромашки». Это долгострой, который ввели в эксплуатацию 31 мая 2023 года. На банкротство подали и на генподрядчика в первой очереди. Сегодня проект финансирует Дом РФ и строятся дома по 214-му федеральному закону. Согласно имеющимся документам, первый дом должны были еще сдать до февраля 2016 года. Но у застройщика пошло что-то не так и сдали его только через 8 лет. Идемте смотреть, как сдали этот долгострой и что с ним стало через год после ввода в эксплуатацию. Ближайшая станция метро к комплексу «Девяткино», до которой 3 километра. Идти в два раза больше, чем от жилого комплекса «Мурино-Спейс». Сады, школы в Мурино переполнены, так как их не хватает. Однокомнатную квартиру в этом жилом комплексе можно приобрести у застройщика от 4 миллионов 700 тысяч рублей с предчистовой отделкой. А на вторичном рынке квартира уже стоит от 4 миллионов рублей. Знаете, когда только делают проект, соответственно его облик согласовывают с градостроительным комитетом. Здесь у нас Ленобласть. И вот мне интересно, знаете, кто вот это все согласовал. Проект выглядит очень специфически. Да, понятно, жилой комплекс «Ромашка» назвали. То есть, вот смотришь, да, «Ромашка-Ромашка». Ну, конечно, внешний вид. Вот, знаете, вот смотришь на все остальные вокруг дома. Вот больше я таких здесь не вижу. Кирпич, бетонный кирпич, вентфасад. Ну, вот такое, конечно. Даже вот эти дома смотрятся по фасаду интереснее, чем, на мой взгляд, «Ромашка». Ну, тут по фасаду очень много таких, знаете, нюансиков видно. Часть стен – это вентфасад, вот эта плитка. Видим, что уже открылась пятерочка, магнит, кебаб. Аптека даже есть. Странно, что нет красного и белого. Давайте попробуем с той стороны пройти. Класс энергии эффективности, кстати, Б. Из плюсов – огромная бесплатная парковка перед домом. Выезд на узкую дорогу в две полосы. Вот так идешь, смотрите, какое качество, да? То, что его достраивали. Вот видно, смотри, вот, мошметки как на ветру колышатся. Здесь тоже красили, закрасили и вентфасад. Ну, так и должно быть. Это проектное решение. Безбарьерная среда, мы такого не слышали, поэтому здесь есть три ступеньки в коммерцию. А здесь у нас, обратите внимание, вот такой пандус. Полагаю, сделала это, наверное, пятерочка для загрузки-разгрузки товара. Ну, а здесь не надо. И так поднимитесь. На лестничный марш. Сама вот эти, да, ступени. Вот они вот так вниз пошли. Кто-то был, наверное, нетрезв. Вот здесь что-то в углу, смотрите. Вот, знаете, такое ощущение, что здесь птички выклевали часть фасада. Да, смотрится, конечно, это так себе. А сами представляете, друзья, это долгострой. Восемь лет его строили и сдали в прошлом году. Понятно, что за это время много чего поменялось. И поменялся не раз проект. Его делали для того, чтобы можно было сдать, потому что нормативы за это время поменялись и не один раз. Ну, и, соответственно, сами понимаете, работала одна бригада, вторая, десятая. И вот кто-то приходил и за кем-то что-то переделал. Конечно, говорить о хорошем качестве не приходится. Но мы сейчас с вами посмотрим. Все как есть. Я покажу все открыто. И можно будет, кстати, сравнить с Мурина Спейс, который полгода назад сдал застройщик СДС. А обзоры есть на моем канале. Ссылочку для вашего удобства оставил в описании к этому видео. Озеленение. Ну, вот здесь газонной травой не назвать. Вот мать и мачеха. Можно, кстати, насобирать, если вдруг кому-то нужны тут такие полумертвые кустики. Шикарный, красивый забор на стройку. На стройке мы увидим тут немножечко из строителей. Работает кран. Это вторая очередь. Значит, здесь вы будете, кто приобрел, тут ходят каждый день. При ямок. Чем хороши при ямке? Значит, туда где-то есть спуск. Здесь, соответственно, есть вот такие направляющие. Сверху должно было быть чем-то закрыто. Ну, вот смотрите, да, вот как это сделано, само решение. То есть я вначале думал, что здесь даже лесничного марша нет. Это просто, знаете, такой спуск вниз и все. Вот это что, ступень такая? Почему ее не сделали? Ну, вот такой проект и это все сдали. Смотрим вниз. Тут все в грязище. Пленка как была, так и осталась. Ну, в общем, никому ничего не нужно. То есть, ну, сами понимаете, вот уже на этом примере отношение тех, кто достраивал, сдавал, и отношение тех, кто выдавал разрешение на вот в эксплуатацию. Качество бетона оставляет желать лучшего. Кроме бетона здесь, знаете, такое ощущение, что плитку просто на штукатурку приклеивали. Все, видите, поотваливалось. Просто какой-то трындец. Тут такое ощущение, что и плитку, что ли, нет штукатуры. Ну, в общем, да, у меня, честно говоря, нет слов. Трехэтажный пандус в лучших традициях уже, который весь в ржавчине. Дерево, ты где, ты где, вылазь скорее. Да, ну, похоже, это сажали люди, не застройщик. Ну, вот смотрим по первому этажу. Вот здесь тоже, видите, плитка почему сломана? Не из-за того, что это люди виноваты, а потому что здесь, смотрите, какое количество пустот. Вот. Видите, из-за пустот плитка не выдерживает таких нагрузок. То есть, оно должно быть равномерное нанесение клеевого раствора. Ну, вот это здесь, друзья, все вот так. Здесь, видите, то ли отвалилось. Похоже, да, отвалилось, убрали. Ну, вот качество. Качество только не на букву К, а на совсем другую, друзья, букву. Это для выброса мусора такая площадка. Фасад. Ну, я бы не сказал бы, знаете, он даже чуть, мне такое ощущение, чуть ровнее, чем у ЦДС в Мурино Спейс. Но тоже такой, знаете, амурские волны. Вот, давайте смотреть, вот у нас участок дороги. Там уже что-то пошло не так, что-то уже попадало, асфальта нет. А парадная три, ну, какая-то парадная, господи. Ну, вот это ощущение уже управляющая компания делала, что плитка дальше не раздолбилась. Ну, видите, все, это надо демонтировать, заново делать. Ржавчина пошла, здесь газоблоком куском приперли ржавую, сгнившую дверь. Смотрите, просто туда же вот сам замок, он вот такой волной идет. Оплотнитель весь выдранный. Зато система допуска Велтис, которая, вы так и знаете, посимпатичнее смотрится. Есть указатель этажности со второй по 18 этажей. Это благодаря вот этому провайдеру ЕТелеком. Спасибо ЕТелеком, хоть есть табличка у людей. Здесь видны клеймеры, можно было, конечно, их спрятать, но это стоит дороже. Здесь вот тоже с плиткой все то же самое. Значит, заходим. О, здесь открывалась дверь. Ограничить или нет, соответственно, вот она прям в систему фасадную, мокрый фасад, все упало. Это у нас датчик. Так как, смотрите, здесь нет закладной в проекте, отличное проектное решение. У ЦД, кстати, тоже самое было. Распаячную коробку, так и должно быть. То, соответственно, он вот так и болтается, ему там держаться, ваше-то, нечего. А что у нас здесь? Почтовые ящики розового цвета. Блин, не знаю, как вы, но что-то я вот не фанат розового цвета. Кто-то не допил пивку. Наверху такие жирные ламы из розового цвета, вот тоже которых не хватило. Здесь дверь с амбразуркой. Здесь еще огромное количество почтовых ящиков. И это, друзья, неспроста. А неспроста, потому что во всем жилом комплексе, это три жилых здания, 95% квартир – это студии. И однокомнатные. Очень узкий коридор. И неудобно, когда ты будешь выходить с коляской, потому что дверь такая, знаете, ух, как надо. Ну, вот здесь тоже что-то со стеной нету, где-то тут проникло. Здесь тоже самое. Ну, вот, знаете, такое, какой-то хаос. Где-то не хватает личинок для замков почтовых ящиков на потолок почему-то здесь. Я не знаю, то ли это специально они так сэкономили, разнесли. То ли это должно быть, ну, по идее, вот направляющие есть, то есть должны быть вот эти ламельки, но их почему-то не хватает. Два лифта. Грузо-пассажирский. Пассажирский. Есть указатель даже на каком этаже. Нажимаем кнопочку. С этим гуляет как. Грузо-пассажирский лифт. Едем с вами на 18 этаж. Здесь даже, видите, обслуживание лифтов. Вот эта табличка просто сползла. Так, закрывайся. Ну, здесь никакого с тебе добро пожаловать домой. Здесь просто обычный такой строительный вагончик. Лифт, знаете, резко поднялся, резко дернуло его. То есть не настроили. Не знаю, почему за год нельзя было настроить. То есть нужно писать жильцам обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом, для того, чтобы настроили нормальный лифт. Лифт расположен вот так. Понятно, что длинномерные, крупногабаритные предметы сюда неудобно затаскивать. А так, получается, вот они туда все в сторону камер. Просто вот видно все как бы здесь изуродовано. Вот это хорошо, что это антивандальная обшивка. А то бы обшивку лифта дорогостоящую. Ну, хотя бы спасибо широкая дверь. Ну, видите, тоже уже все поубивали, потому что здесь предчатовая отделка. Все делают четовую отделку, и строители таскают большое количество различных строительных материалов. Лифт едет быстро. Лифт колбасит. Комфортно я бы это не назвал. И очень долго, кстати, открывались двери на первом этаже, а как на 18-м, ну, то же самое. Вот он, знаете, доехал, и вот так уедет, едет, 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 потихоньку. Это очень долго, очень. То есть, лифт такое ощущение, что нифига они не смогли нормально настроить. Открываются двери. Значит, раз замок, два замок, три замок. Это самый защищенный пульт управления лифтов, который я когда-либо видел. Обращаю внимание, как все сделано по проекту. А что у нас в коробе? Там даже провод есть. Ничего себе, смотрите, как все красиво. Опа, стеночка вот так пошла. Мазюкали, мазюкали, с дверью замазюкали. Здесь хотя бы с радиатора сняли пленку, замазюкали радиатор. Вот это я называю теперь шкурка. Знаете, вот рукой провел и потом всю кожу оставил на стенке. Кнопка вызова. Никаких тебе указателей. Сверху какое-то супер оборудование с ключом вот таким специфическим. Вот непонятно, для чего это. Открывать, наверное, что-то. На кнопке вызова такое ощущение, что что-то текло. Здесь шкафом с управлением аналогично. Вот так, знаете, все криво-косо выглядит дверь. Вот эти углы, чтобы выйти на межквартирный коридор. Здесь у нас идет электрика. Ну, чем-то закрыть красивеньким не судьба. То есть оставили это все вот так. Но это в проекте. А раз дом еще год назад сдал, значит все соответствует проекту. Дверь глухая, никаких тебе стекол. Но зато по проекту остался скотч. Вот видите, друзья. Вот трогать нельзя. Это все по проекту так и должно. В новом сданном доме. Скотч и малярный скотч. Открываем дверь. Боже мой. Боже мой. Здесь у нас это арматура. Хорошо хоть не под напряжением. Здесь тоже арматура. Так и должно быть. Это по проекту. Вот видите, они вот это напыляли краску с штукатуркой. И вот малярный скотч именно оставили так, как должно быть по проекту. Здесь у нас, похоже, коллекторная. Вот так труба открыта. Это знаете, чтобы с нижним этажом, с 17-м, и ниже еще этажами можно было поговорить. Если, не дай бог, представьте, пожар ниже этажом, то загорится сверху и снизу соответственно этаж. Это у нас вот так классно сделали. Это у нас кабель для телевидения. Тут виден газоблок на клею. Колпачки защитные не сняли. То есть вы понимаете, что, не дай бог, пожар, вот дым пошел. А как он туда пройдет? Пока она не сплавится, вниз не стечет, ничего не произойдет. Здесь какое-то оборудование. Похоже, должно было быть дверь. Ну, вот мне такое ощущение, что она просится просто сюда. Но ее здесь почему-то нет. Это у нас то ли ливневка. Ну, скорее всего, ливневка, с которой, видно, все текло. Классное тоже решение. Ну, и обратите внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать квартир на площадке. Двери с одним замком. По виду они из таких, знаете, совсем недорогих. Понятно, почему люди меняют их. Здесь вот тоже у нас, ну, вот видно тоже, да, как все текло и как на потолке остался след. Здесь тоже у нас оборудование. Ничем не закрыто. Отверстие в перекрытии тоже ничем не закрыто. Вот, вот так идет интернет-кабель просто. Смотрите, я его могу вот так подергнуть. Ловись, рыбка большая и маленькая. Молодцы. Слушайте, ну, шикарное решение. Тут пожарная безопасность просто на высоте. Ну что, идемте на переходной балкон. Ну, конечно же, есть системы для пожаротушения. Вот здесь должны быть что? Правильно, пожарные рукава. Муфта есть, пожарного рукава нет. Так, зуммер работает? Нет. Зуммер работает. Возможно, что он даже работает. Так, здесь. Здесь тоже нет. Ну и, полагаю, здесь тоже нет. Кто ответственный за пожарную безопасность? Никто. Вот так работает здесь управляющая компания. Забрало, как я это называю. Вот он, скотч по проекту. Вот так это все держится. Ну, спасибо, что хоть клапан закрыт. Конечно, его монтаж оставляет желать лучшего. Как и вот такие элементы, которые, похоже, они, знаете, потом делали. То есть, вначале они нанесли вот эту шкурку, а потом все, о, блин, мы же кабель забыли. С тобой пропустить. Давай, штроби стенку и делай все. Ну, вот смотрите, классно, да? Для закладчиков. Выходим с вами, идем на переходной балкон. Ну, спасибо, что здесь есть антивандальное стекло. Да, держится, конечно, так себе. Смотрите, этот винт-фасад. Нормально. Вода. О, смотрите, здесь даже есть утеплитель. Вот там есть утеплитель, просто кусками наваленный. Сама стройка. Здесь тоже вот винт-фасад чередуется с мокрым фасадом. Вот строят фундамент третьего дома. И вот здесь, представьте, в этих трех домах, соответственно, 95, чуть более 95% студий однокомнатных квартир. Это, конечно, очень, я считаю, много. А жилой комплекс «Ромашка» – это семейный жилой комплекс стандарт-класса с яркой архитектурой и уникальными планировками. Меньше всего квартир вот в этом маленьком доме. Ну, понятно, да, потому что он маленький. Что-то вот так смотрю на этот дом. Знаете, такое ощущение, что последний этаж – это был техэтаж, а потом они решили жилу сделать. Вот почему-то сложилось такое впечатление. По переходному балкону мы с вами выходим на лестничный марш. Здесь уже есть ограничитель. Здесь даже есть красочка и указатель, на каком этаже мы находимся. Покрывали вместе с кабель-каналом. Это вот все по проекту. Скотч оставлен тоже по проекту. Дом-то сдали. Вся ржавчина, грязь, мусор – все по проекту. Ну, вот видите, зато ограждающая конструкция держится крепко. И вот, честно, вот здесь, по крайней мере, лестничный марш. Он выглядит на порядок чище, чем у большинства застройщиков, видео, которые есть на моем канале. Что-то здесь подтекало. Здесь, друзья, запах мочи. Ходили строители. Вот так все специально стоптали в соответствии с проектом, чтобы это вот все четко вот так было. И вот это ухо, видите, вот уголок лежит. Вот он тоже должен быть здесь по проекту. Ну, тоже здесь все ржавче, не в краске по проекту. Дверь хоть закрыта. Хотя я полагал, что она будет открыта здесь. Что, спустимся на этаж ниже. Последний этаж для меня показательный. Почему? Потому что там всегда могут быть дополнительные коммуникации, о которых кому-то не сказали при покупке квартиры. Ну, тут тоже ржавчина. Дверь открыта. Здесь дверь тоже открыта. Здесь все ржавчине. Здесь тоже что-то не надо. Это крепление, видите. Ну, в пене-то не держится. Ничего, ребята. Чтобы строителям было проще. Вот видите, дверь или там людям привязали на ограничители. Ну, потому что постоянно ее открывать. Ну, это реально трындец. Ну, здесь все аналогично. Здесь у нас вот такая прекрасная трещина уже. Не удивлюсь, что до первого этажа. Это тоже по проекту. Обращаю внимание, что вот это же место. Вот видите, вот там свет виден наверху. И, соответственно, вот по проекту это дальше идет вниз. Вот наша удочка. Вот здесь еще какой-то кабель. Нужен очень. Это вот так и должно быть. Все же сдали. Управляющая компания обслуживает. Значит, здесь все хорошо. Здесь, чтобы было слушать. А это классное решение. Знаете, чтобы вот эти щели. То есть не ставить забрало ровно. То есть можно что сделать? Скотчиком валярным так заклеил. И штукатурочкой поднекидаем. Нормально. Тут, видите, тоже уже. Нет, это не трещина. Это мне хватит. А, это чтобы мы видели, что здесь сетка есть. Ну, ничего себе. Точно. Вот молодцы. Молодцы, ребят. Постарались. Классный проект. Вызываем лифт. И пойдем дальше смотреть. Зайдем в какой-нибудь следующий подъезд. Здесь вот хорошие радиаторы кермия. Ну, вот упаковочку не сняли. Ну, так и должно быть. Зачем? Теплопередача и так хорошая. Поэтому можно не снимать. Здесь тоже, смотрите, шикарная трещина. Пошла на потолок. То есть часть стен от лифтовой, наверное, отходит. Это по проекту. Что у нас там? Пассажирский лифт. О! Пассажирский лифт у нас открыт. Блин, страшно здесь ехать, честно говоря. Едем на первый этаж. Сим-сим, закройся. Лифт Могилев, лифт Маш. Указатели есть. На этажах нет указателей. Это не из-за лифта, потому что сэкономили. Могли бы их поставить. Есть зеркало. Камеры почему-то нет. Все для безопасности жильцов. Но зато на сайте застройщика написано, что комплекс Семейный жилой комплекс стандарт-класса с яркой архитектурой и уникальными планировками. Понятно, подразумевается эконом. Кстати, вот лифт едет, его просто вот так колбасит. Вы знаете, едет так, уть, уть, страшновато. Вот первый этаж, аж уже заложила. И будет очень долго открывать дверь. Я не понимаю, почему они так настроили, что ты доехал, и вот он только сейчас остановился, и будет открываться дверь. Очень долгое ожидание. Очень долгое. Выходим. Идем дальше. А вы обязательно меня поддержите, друзья, лайком и подпиской на канал. Качественные современные российские дороги. Здесь, понятно, все сделал застройщик для сдачи, это его территория. И вот обратите внимание, как круто было все сделано, подготовлено, что провалился асфальт. И непонятно, конечно, когда это все восстановят и восстановят ли это по гарантии. У нас такой есть интересный приемок с ржавой квадратной трубой. О, здесь открыто. Вот там видно влага, друзья. Влага. Здесь влага. Вот утеплитель, гидроизоляция. Ну, вот смотрите, да, вот качество. Только, к сожалению, с другой буквы. А чем заняться, когда вы на люке поднимаетесь наверх? Ну, конечно же, можно потупить в телефоны. Один тупит, второй тупит. Вот один начал звонить. Так, ну что, давай поработаем, подкрасим фасад. Ну, да, давай, ты крась, а я пока боссу позвоню. Еще у нас один приемок. Блин, друзья, ну здесь аналогично. Разруха. Там в подвале видно тоже, что вот влага все темненькая. И большая куча мусора. Да, трындец, конечно. Знаешь, только посмотрите на всю эту красоту. Ну, посмотрите, как они смогли отливы красиво сделать. И вот здесь вот начинаешь дальше смотреть. Все, вот-вот, вот так красивенько, молодцы. Фасад тоже такой, не сказать, что он сильно ровно. Но вот на такое ощущение, знаете, вот дом вообще волной такой идет вот так полукругом. Вот в средние этажи почему-то вот по ощущению выпирает больше. Но вот по ровности он смоется ровнее, нежели чем Мурино Спейс. Красивым ровным фасадом. Смотрите, как он переливается на солнышке. Как видно все, вот это качество, качество. Вы только посмотрите, друзья. На цветном-то это еще лучше видно. Пленка болтается. Ну, в самом деле, в смысле на качество штукатурных работ. Я бы то, наверное, первого в жизни лучше бы сделал. Здесь, видите, отмазка из асфальта. И забыли проложить кабель, все раздолбили. Даже вон там травка здесь начала расти. Плитку они не смогли нормально подрезать. Поэтому между вот этим пандусом и вентфасадом там зазор на 4-5 сантиметров местами. Ржавые ограждающие конструкции, ржавый пандус. Ну, тут все в лучших традициях. Зато есть урна и есть скамейка. Ну, и тут что-то они оградили. Может быть, травку подсеяли. Не знаю даже. А еще у нас с вами один шикарный приямок. Значит, здесь тоже про ступеньку забыли. И если обратите внимание, что у нас здесь. То есть, куда уходит вода. Вот, знаете, такое ощущение, что там прям в углу вот это и есть отверстие. Но вот что-то, не знаю, это для детей. Вход в подвал для детей. То есть, дверь такая совсем узенькая. Где же они еще и нашли. Интересно такое. Вон, видите, вот там утеплитель местами виден. Классно все сделали. Молодцы. Что тут скажешь. Жилой комплекс ромашки. Начало строительства. 2014 год. Окончание в 2025. Это вот про этот на 2025 сдаётся. А этот, наверное, на 2026 в конце. Здесь видно, кто заказчик. Финансирование строительства. Вон, Банк Домыров. Повесили вот такую наклеечку. Оцените, друзья, фасады. Как вам вообще само фасадное решение. Назовем это второй очереди с ромашками на фасаде. Первого с данного дома. По мне, конечно, лично смотрится это очень специфически. Знаете, если бы весь был бы проект здесь такой масштабный. Все вот было цветное. Наверное, в общем, это смотрелось бы тоже так смешно, уныло. Но хотя бы с общей концепцией. Но когда вокруг ты сможешь есть монолитый кирпич, то по мне очень странно. Почему вот это все добро согласовали. Так, а вот это красное и белое или просто Б какое-то? Первый раз вижу такое, что за буковка Б. Но это, в общем, понимаю аналог красного и белого. То есть, получается, у нас есть алкоголь, есть шаверма, есть аптека, и есть магазины, где можно приобрести продукты питания. По старой доброй традиции в Яндексе забиваю жилой комплекс ромашки. Видим официальный сайт, что городской комфорт в окружении природы по доступным ценам. А где природа? Вот эти пару деревьев. Где природа-то? Вот еще одно дерево. И тут зелень соседнего комплекса. А почему зелени-то нет у вас? Финансирование строительства Дом РФ. Ну, это, видно, сделали маркетологи для того, чтобы лучше продавалось. Ну, действительно, финансируют. Так, смотрим. Жилой комплекс ромашка – это семейный жилой комплекс. Стандарт-класса с яркой архитектурой и уникальными планировками. Где 95% от общего количества квартир – это студии однокомнатные. Конечно же, это, друзья, семейный стандарт, лучший стандарт. Значит, между рекой Охта и улицей шоссе в Лаврике. Проект от 14 до 18 этажей. Включает в себя уютный прогулочный двор. Ну, вот мы по нему с вами прогулялись. Ну, не знаю, назвать ли его можно «Уютный». По мне, к сожалению, нет. Заходим с вами на сайт Министерства строительства Российской Федерации. Вот он темненьким выделен. Это как раз сданный дом. Вот он, ЖК Ромашки. Это вот так презентовал застройщик. Но мы с вами видим, что здесь совсем не так. И можно посмотреть, скачать, соответственно, разрешение на ввод в эксплуатацию. Открываем его. И видим, что 31 мая 2023 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот так вот. А кто у нас ее выдал? Господин Семчанков. А сданный дом двухподъездный. Мы вот с вами были в том подъезде или трехподъездный. Тут столько много этих ступенек. Да, двухподъездный. Или трех. Нет, трехподъездный. Мы были, получается, в крайнем. И теперь вот сюда заходим тоже в подъезд. Это первый. Мы были в третьем, значит. А здесь в почтовой ящике цвет поприятнее. И вот, обратите внимание, тут ламылик-то хватает. Тут почему-то есть, а розовых не хватило. Краска дорогая. И на потолке здесь, обратите внимание, тоже хватило. И смотрится намного поинтереснее. Ну, конечно, парадное. Громкое слово. Парадное здесь очень далеко. Кстати, если забыла отметить, что здесь две кнопки вызова. Возможно, как-то можно назад. Продам комод. Но ничего. Блин, я такое в советское время только видел. Так, быстро заходим в лифт. Едем на последний этаж. Сим-сим, закройся. Да. Ох, ну ничего себе. Ну, чтобы все видели, что это 15 этаж. Все побито. Тут побито. Но на самом деле, вот по мне, делать технологию мокрого фасада вот здесь внутри, это всегда будет чем-то долбануло. И пробиваешь вот верхний слой, и будет вот то же самое. Поэтому, конечно, это так себе решение. Замками все аналогично. И здесь, и здесь, наверное, воруют дорогостоящее оборудование. Ну, кстати, здесь чуть поприлично сделано. Вот скотч по проекту остался. А здесь тоже что-то у них не так пошло. Вот видите, вот, кстати, в том не было. А вот здесь вот такая серебристая облицовка. И уже смоется симпотнее. Но почему-то до верха не доходит. Открываем глухую дверь. Аналогичное количество квартир. Спасибо, что по потолку никакие трубы не идут дополнительно. Смотрите-ка, а вот эта дверка, друзья, которой не было в третьем. Вот она. И вот сразу закрыто, и не видно все это безобразие, что там здесь тоже труба. Ну, тут, смотрите, стакан, так это стакан. Причем я не вижу, чтобы он был чем-то зачеканен. Хотя должен. И вот здесь просто, знаете, вот обычная стяжка, которую покрасили специальной краской. Ну, так слабенько. Которую обычно мы видим, когда ходим в океях и в лентах. Вот она серого цвета. Достаточно износостойкая. Забрало монтаж на двоечку. Надо было здесь тоже, как там, скотчем малярным залепить и закрасить. Тогда было бы лучше. О, ну ничего, здесь даже есть пломбы. Пломбы открыты. Вау. Знаете, такое ощущение, что вот они первый подъезд ввели в эксплуатацию, а все остальные не ввели. Пломбы уже падают, потому что все было отгрывано. Здесь то же самое, видите. А тут кабель-канал куда-то упал. Грязновато здесь. Не знаю, как вообще обслуживать здесь управляющая компания. И вот здесь тоже, вот видите, вот дверь. Здесь тоже вот стакан так стакан. Тут труба должна быть побольше по диаметру. Выходим с вами на переходной балкон. Здесь забрало тоже, смотрите, как тоже. Вот раз нам скотч оставили, штукатурочка, нормально. Зато защитные колпачки с датчиков. Они здесь демонтировали, в отличие от третьего подъезда. Странно очень. Выходим. Были как сегодня прохладненько. Кстати, здесь есть плюсов, что большое расстояние между домами. И единственное, конечно, ну вот этот небольшой дом будет узким. Блин, ну вот было бы два дома, было бы, знаете, вот такое сразу пространство. И тут какая-то зелень видна, которая здесь, полагаю, временная. И здесь, потому что через какое-то время, скорее всего, это, друзья, все застроят. Видим здесь строителей. Не знаю, куда смотрит руководство стройплощадки, потому что кроме касок должны быть светоотражающие жилетки. Но вот мы видим, что строители в белой одежде идет. У него ни каски не видно, ни светоотражающие жилетки, как и у всех остальных. Вот белой каски видно про раб вышел. Тоже нет светоотражающей жилетки. Про униформу и про обувь я вообще молчу. Так, а здесь видна стена из утеплителя. И давайте-ка мы приблизим камеру и посмотрим. Ну, идеально, конечно, это не сказать, не назвать. Здесь мы видим, что... Так, 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 где это? А, вот они. Красят, красят строители. Ну, вот видите, понятно, они там скотчем малярным не закрывают, вентфасад. И когда красят, то валик задевает плитку, задевает металл. И потом мы видим вот эти все... Ну, окрашено то, что не должно было быть окрашено. По мне, конечно, нужно нормально подготавливать и делать красиво, чтобы это не смотрелось как вот в сданном долгостроя. Выходим с вами на переходной балкон. Ну, кстати, вот здесь тоже вот ограждающая конструкция. Видите, линолеум уже начал жить своей жизнью. Здесь есть ограничитель. Вот такая дырочка для закладчиков. Есть этажность, 15 этаж. Есть доводчик. Лестничный марш, кстати, ну, даже ничего так смотрится. Видно, что его даже там скоблили, то, что было лишнее. Тут что-то пролили. Ну, вот здесь... Здесь, да, здесь как это... Фу, господи, в третьем подъезде. Ну, вот, любим кола. Понятно, что здесь желтое, это не кола. А вот это все по проекту. Вот так должен быть здесь утеплитель. Господи, открыто, нет. Закрыто. Вот вам качество современных долгостроев. Самое главное сдать и получить деньги. Спустимся на 14 этаж, чтобы посмотреть, что здесь. И пойдем смотреть другой, не менее интересный объект. А вот, видите, новый доводчик. Еще пленочку не сняли, упаковочку забыли. Или так специально сделали. 14 этаж. Глухая дверь. Трещина. Все в лучших традициях. Вот оно. И вот здесь тоже самое. Ну, как в этом, в третьем подъезде. А здесь двери тоже хватает. В пыли, конечно, все. Ну, хотя бы двери есть. Да, очень-очень, конечно, странно. Ладно, пойдемте дальше. Интересно, что у них с коммуникациями в подвале? Кто-то был, видел? Напишите в комментарии. А с разрешения собственника зашли мы с вами, друзья, в студию. Смотрите, что мы видим. Мы здесь видим газоблок. Газоблок мы видим, что посадили на клей. Перемычка бетонная, которую делали строители. Не уголок, то есть это плюс. То даже цементиком или клеем они так зачеканили хорошо. А розетка для роутера. Обращаю внимание, как монолитная колонна вылета. Реально очень круто. Очень круто. Такое ощущение, что, знаете, изделие прям с завода. Соответственно, у нас датчики. Проштробили, кстати, хорошо. Выключатели, розетки. И вот студия. Здесь штукатурочка. Здесь стенки к соседям газоблок. Стенка сложена реально красиво и круто. Но только нет, это клетаная, наверное. Ну, вот это, да, бетон. Просто вот здесь, смотрите, как все. Ровненькие швы. Это реально круто. Ну, да. И вот здесь. Ну, вот это ребро жесткости, когда строят дома. Соответственно, к соседям получается весь газоблок. Ну, вот здесь очень так четко сделало. Вообще вопросов нет. Сверху мы видим жгут. Такой специальный материал, который демпфирует и не дает идти трещинам. И вот нормально все это зачекает. То есть красавчики. Примерно одинаковое расстояние. Это даже, узнаете, это. Окна у нас Ричмонд. Докамерные стеклопакеты. Надо поднастроить. Ну, и лучше заменить уплотнитель. Да? А, вон здесь. Ну, он уже, это самое недорогое, что базовое ставят. Можно самому купить и туда поставить. Он есть внутренний и внешний. Главное, не перепутать. Ну, и система радиатора. И здесь разводка вертикальная. А уже в стройке у них горизонтальная разводка системы отопления. Вот такая, друзья, студия. А, вентиляция обычная, сборная, завода. Это бетонные блоки, которые привезли и сварили, соответственно, по месту. И есть ванная. Ванная большая. Есть гидроизоляция, заземление. Здесь все правильно сделали. Газоблок они оштукатурили цементной штукатуркой. Я не особо понимаю, это заземление, да? Это заземление, да. Это для ванной. Чтобы током не било. Это еще в советских времен, но током никого не било. То есть, туда, в принципе, ванну я хочу поставить. Просто я вот это думал. Я просто не знаю. Сюда и нужно. А у нас здесь есть тепло-шумоизоляция. Бой крепко держится. Это холодная вода, горячая. Крепко трубы. Потому что там выштрабливали. И прям раствором там заделывали. А то, конечно, там будет крепко сейчас. Полотенцесушитель у нас классический. Вот то, что правильно они оставили плюнку для того, чтобы его никто не поцарапал. Достаточно большого диаметра трубы. Подводу. Редуктора. Щетчики холодные, горячие. Я наверху обращаю внимание, что идут, соответственно, через перекрытие гильзы. Проходят трубы. И нормально закреплены пожарные муфты здесь, соответственно, и здесь. Ну и также вент-решетка здесь. И тоже здесь бетон весь оштукатурили. Ух! Прокачу. Что мы с вами знаем про силу природы? Или как эта сила должна выглядеть в камне и бетоне? А давайте-ка посмотрим, как силу природы воплотил застройщик в реальности. Вот так выглядит, друзья, жилой комплекс силы природы. Здесь, понятно, уже за определенное время и кустики повырастали, и травка, и даже есть деревья, и коммерческие помещения на первых этажах. Панели смотрятся, вернее, стыки между панелями достаточно специфические. Очень много жалоб на окна, что их продувает и промерзает. Но внешний вид издалека симпотно, а вблизи, конечно, совсем смотрится все иначе. Есть такое мнение, что сила природы могла быть единым концептом с ромашкой, так как был единый участок в земле. Но немножечко все получилось по-другому. Панельное здание, краска местами такая, знаете, сильно-сильно пообветрилась. Стыки панели выглядят, как у некоторых советских панельных зданий. Чеканка, конечно, оставляет желать лучшего. Делали, наверное, какие-то дилетанты или стажеры. Или так людям платили за это. Ну вот, можно посмотреть, что два больших дома. Большое расстояние между домами. Дворы, ну, просто скудные. Нет толком озелений, ни спортивных площадок, ни, соответственно, детских площадок. Входные группы, естественно, с трехэтажным пандусом. Как же без него? Обычное набивное покрытие. Причем, кстати, прикольно сделано. Здесь совсем такой цвет, такой розоватый. И смотрится интересно на фоне фасадов. Кстати, вот сами фасады, цвет фасадов сделано, по мне, прикольно. То есть, они такие разноцветные, переходящие цвета. Но исполнение, конечно, межпанельных швов, по мне, лично оставляет желать лучшего. А зато, видим, землю привезли. Входная группа, есть указатель этажности с 1 по 14 и какие расположены квартиры. Вау, какие лифты. Здесь ширина этого подъезда, на первый взгляд, не больше, чем в ромашках. Очень узкий коридор. Вон, видно, указатель, по-своему, есть ли это выше. И, кстати, красивая отделка. Стена, края. Обычные почтовые ящики. Заходим. 14 этаж. О, как здесь быстро открываются двери. Выходим. Выход на переходной балкон. И, обратите внимание, есть указатель, на каком этаже расположен лифт. Вот это уже плюс. Открываются двери. Раз замок. Два замок. Три замок. Кнопка вызова. Никаких тебе указателей. Ну, торчащие гофры, криво все косо. Здесь какое-то супер подключение. Конечно, выглядит не очень. Здесь, в отличие от ромашек, есть вот такой дополнительный кусочек двери, чтобы было шире. Ну, понятно, все открыто, потому что люди устали ходить открывать двери. И, знаете, чем-то эти проекты-то похожи. Такое же большое количество квартир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать. Коммуникация забрала печалька. На полу обычная краска, как в лентах и океях. Ну, в принципе, тут и все, друзья. Очень-очень все похоже, только там у нас были еще двери. Здесь вот таких дверей я не вижу. Видно, это все вот здесь. Выходим с вами на переходной балкон. Видите, это так по проекту. Труба. Провода в гофре. Дверь, знаете, такое ощущение, что ее меняли, да. Потому что дверь, похоже, вот здесь была. Демонтировали двери, поставили. Здесь место, естественно, под что? Правильно, мусоропровод, которого нет. Такой же газоблок. Сейчас вот такое ощущение, что ливанет. Ух! Да, держится, смотрите, как держится. Подходить особо не хочется. Да, вид на панели, конечно, так себе. Хотя я лично за панельное домостроение. Но вот, конечно, не за такое. На крышах просто какой-то трындец. Такое ощущение, что это огромная пекарня. Какое-то производство. Но не жилой дом. Все можно было сделать намного-намного симпатичнее. И вот у нас дождь уже пошел. И вот мы с вами видим как раз чуть дальше жилой комплекс ромашка. А у нас с вами лестничный марш. Лестничный марш. Ну, кстати, вот смотрите, даже вот. Практически все отмыто чисто. И держится крепко. Ну, штукатурка, конечно, оставляет желать лучшего. И окраска этой штукатурки разным колером краски, конечно, не впечатлила. По первому сданному дому жилого комплекса ромашек я бы не стал бы судить по сдаче второй, второго и третьего дома. Почему? Потому что, во-первых, строят по ФУЗе 214. Во-вторых, или даже самых первых, это проектное финансирование от дома РФ. А от дома РФ просто так деньги не выделят. И когда есть проектное финансирование, то, чтобы получить деньги, должны быть все документы и все согласованы. Если дом РФ увидит, ну, даже не только дом РФ и другие банки, что сметы завышены, денег, друзья, никто не получит. Конечно, очень хочется, и это очень важно услышать мнение жильцов, отзывы жильцов о своем доме, которые уже живут в сданном доме. Потому что это такая, знаете, бесценная информация для тех, кто хочет приобрести в ромашках квартиру. Или купить ее уже на вторичном рынке. Так что пишите, не стесняйтесь. Нужна помощь с недвижимостью. Мои контакты в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!